Доклад профессора Хартала Затяна Владимировна из-за пистит произведений «Пустой дёрстный путь». Дорогие коллеги, мой доклад посвящен истории русского языка. Московская Русь середина XVII века глубоко потряс раскол русской православной церкви, обозначившей крутой перелом духовной и культурной жизни общества. В истории европейских стран эпохи Средневековья церковные реформы с жестокими расправами не редкость. Известно, что в 1572 году католики во Франции за одну ночь вырезали около 30 тысяч бугенотов. Но если в большинстве случаев попытки реформирования церкви возникали как протест народных масс против церковной власти, поддерживаемой государством, в России церковная реформа была осуществлена сверху самой государственной власти. В 1653 году царь Алексей Михайлович Тишайший был одержим идеей создания православной империи, а его сабинный друг патриарх Никон мечтал освободить церковь от власти государства и возвысить ее над орым. Эту задачу он не смог решить и сосредоточил свои силы на исправлении обрядов и книжной справи. Его противники-ревнители благочестия во главе с мятежным протокопом Аввакумом выступали за исправление нравов самого духовенства, которое узурпировало функции светской власти и забыло о миссии Руси как о плоти православия. Возникнув поначалу в религиозной среде после собора 1666 года, раскол принял характер народно-демократического движения. Под его знаменем шли восстания Степана Разина, Емельяна Пугачева и Кондратия Буларина. Духовные искания сторонников в древле православной веры нашли свое отражение в старообляческой литературе, которая, несмотря на свою потаенность, оказала заметное воздействие на русского читателя как непосредственно, так и через реминисценции русских писателей XVIII-XX веков. Под наименованием «пустозерские узники» или «сидельцы» скрываются четыре автора – протокоп Аввакум Петрович Кондратик, дьякон Федор Иванов, поп Лазарь Романовский и соловецкий инок Епифаний. В пустозерске, глухом поселении на реке Печора, за полярным кругом на вечной мразлоте, в начале XVII века был построен астрок для особо опасных преступников, в котором отбывали долгое сидение и приняли мученическую смерть первой вожди старообрядчества. В обыденном сознании закрепилось упрощенное представление о них, как о безумных фанатиках. Оно далеко от истины. Нравственный подвиг первых расколоучителей глубоко осмыслил Варлам Шаламов в поэме «Авакум в Пустозерске». Там есть такие строки. «Наш спор не в обрядах, не в этом вражда. Для Божьего взгляда обряд ерунда. Наш спор о свободе, о праве дышать, о воле Господней вязать и решать». До Пустозерской ссылки никто из узников не имел писательского опыта, но все они были яркими проповедниками. За что и пострадали. 27 августа 1667 года на Болотной площади иноку Епифанию и попу Лазарю вырезали языки. Чуть позже, 25 февраля 68 года, Дьякону Федору также отрезали язык. А в 1670 году уже в Пустозерске всем троим вторично резали языки. Кроме того, Епифанию отсекли персты правой руки, Лазарю правую кисть, а Дьякону Федору рассекли поперек ладонь правой руки. За 14 лет у вечного сидения они создали около 100 оригинальных произведений по стилю тяготеющих демократической публицистики и устной проповеди. Наиболее плодовитым среди авторов был протокоп Авакум, что объясняется не только его ярчайшим литературным талантом, но и тем, что он не подвергся в Москве физическому уличнику и был самым молодым среди пустозерских сидельцев. Саузник Авакума, славянский монах Старец Епифаний, уйдя из монастыря, оставил после себя житие с рисунками. Инок Епифаний пользуется особым уважением в старобряческой среде. В предании о казни пустозерских узников говорится, что останков Епифания не нашли на попелище, они все были сожжены на костре, но многие увидели, как он вознесся на небеса. По содержанию, жития Авакума и Епифания – это автобиографические записки, повествующие о мученических страданиях за веру. Испытывая острую потребность бумаги, узники поначалу проговаривали свои произведения. Этим объясняется разговорный характер посланий и челобитных. А нарративное повествование часто сопровождалось элементами драматизации, на которые впервые обратил внимание Виктор Вадим Членоградов. От увечного Попа Лазаря сохранилось несколько коротких записок. Диакон Федор Иванов оставил множество челобитных и посланий. Свои произведения пустозерские узники закладывали в тайники деревянных крестов, которых искусно мастерил левой рукой инок Епифания, и через тайных помощников стрельцов передавали на волю для многократного переписывания по скитам. Произведения писателей-старобрядцев отличаются живостью, оригинальностью и особым полемическим задором. Они являются неоценимым источником для изучения особенностей живого народно-разговорного языка, периода непосредственно предшествовавшего формированию нового русского литературного языка. Наиболее известным в данном кругу является огненный протокоп Авакум, личность незаурядная, литературно одаренная, родоначальник традиций просто говорения, который Виктор Владимирович Виноградов рассматривал как факт своеобразной обороны русского литературного языка от польско-литовской книжности. Авакум отстаивал права русского природного языка, завершая свою часть «Епистолии страдальческой», написанной всеми четырьмя соузниками, Авакум обращается к читателям. «Не позазрите просторечию нашему, понеже люблю свой русский природный язык, вершими философскими необык речи красить, не брегу о красноречии и не унижаю языка русского. Ну, простите же меня грешного, а вас всех рабов христовых Бог простит и благословит. Аминь». В просто говорении Авакума сочетались элементы народно-разговорного и церковно-славянского языков. Результаты вот этого смешения Авакум называл «природной речью», «вяканьем», «бяканьем», «воркотнёй» или «ковырянием». Дмитрий Сергеевич Лихачёв называл Авакума самым замечательным русским писателем XVII века, отмечая его своеобразную стилевую манеру, крайний субъективизм и презрение ко всякой украшенной речи, которую автор воспринимал как латинскую ересь или барочное любование. Рачительный пастырь словесных овец был убежден, что красное благолание губит разум. Чем проще скажешь, тем лучше. Следует отметить, что Авакум не был новатором в области острополемической обличительной публицистики. Лингвистам хорошо известен кусательный стиль Ивана Грозного, не стеснявшегося в выражениях. Белый Иван никогда не редактировал свои тексты. За ней же слово мимошественно, а не постоятельно. Не стяжатель Иван Васян Патрикеев тоже был горик и дерзок языком. А живописностью и образностью поражают письма бедного холопа полонянника Васюка Грязного. Вне всякого сомнения Авакум, называя свою речь вяканьем и ковырянием, иронически. Будучи образованным книжником, он сознательно опрощивал свою речь, ориентируясь на широкую аудиторию. Именно он, протопоп Авакум, в темнозрачном 17 веке через сто лет возродил древнюю традицию церковной проповеди. В сочинениях могучего протопопа, его сторонников и последователей на первое место выступают заморфные метафоры, на которые впервые обратил внимание Виноград. Отмечая семантическую двуплановость изящного страдальца, он называл метафорические сравнения Авакума «приравнениями», приводя примеры сравнения Никона с блудным сыном и птицей. Виктор Владимирович Виноградов отмечал искрометность стиля Авакума, острое сочетание разных родов гологоландии. Наиболее распространенным является метафорический образ пса. Пес, собака – это политически противник, агрессивный и льстивый. Авакум называет Никона «борзой кобель», «умерый пес», «бешеный пес», «смрадный пес», «собачий сын». Образ собаки связан в сознании Авакума с вероломством, коварством и ложью, якобы силой от они на непорочную церковь. Его духовный сын Дьякон Федор в ответ на сомнение в необходимости ценой собственной жизни упорствовать в противостоянии Никониана, получал от Авакума нелестные характеристики. Молодой щенок, собака косая, хохлатая собака. По словарю Владимира Ивановича Даля, хохли – это дьявол. Иногда собака отождествляется с волком. Со Христом и большому волку хохлатой собаке глаз вырвут, нежели щенятом. Отмечая коварство Никона, старобрядцы называют его овчеобразным волком зверским. Больше всего, опасаясь того, что его дети потеряют стойкость, Авакум в частных посланиях ласково и подозрительно называют их «кобельками». Себя же протопоп именует «заяц бедный», а старобрядцы для него – «зайцы крестов». Авакум также сравнивает часто старобрядцев с овцами, которые стеснены среди волков и едва дышат. Царя же Алексей Михайлович Авакум сравнивает с козлом, скачущим по холмам. Козел – символ бестолковости и крикливости. Многоголосное пение, введенное Никоном, старобрядцы называют «козлогласованием», ибо хрупно все прикричат. В посланиях Диакона Федорова появляется новый образ – лукавый змей, который восколебал весь мир. Образ змеи-искусителя в выговской писательской традиции впоследствии получил развитие и появился змей-собака, седмиглавый змей, десяторожный змей. В плане метафорических сравнений наиболее плодотворным и ярким последователем Авакума был Диакон Федор. Пчелобитный царю Алексею Михайловичу он обвинил Никона и его справщиков в том, что в деревнях многие поселяния остаются язычниками, поклоняются солнцу и лошадям, а справщики блудят и сударь, что кошки по хрымкам. Устойчивое сравнение Никона с волком, львом, собакой, волкой, хищником прослеживается во всех сочинениях пустозерских сидельцев. А его яркий образ волчебразного волка, овчебразного, простите, волка зверского, с круглыми рожками в космах, что у барашка, остался, закрепился и в произведении других соотников. Диакон Федор превосходит, пожалуй, Аввакума, по мнению исследователей, и в оригинальности заморфных метафор. Он привлекает и других животных к тому, чтобы сравнивать противников. И стали тот праведный стут их заметать вестью, яко лукави и лисови хвостали свои. Или они же, кровососы, начавшие оратитеся и клятесе перед царем, и с широкими ризами потрясати, и колокольчиками, и яко сучки плясовые позвякивати. Кроме зооморфных образнооценочных метафор, в сочинениях писателей-старобрядцев появляются устойчивые метафорические картины. Утлая суденышка, которая скользит по миру здешнему, то и дело наталкиваясь на преграды. Насельники бесоского Нового Иерусалима, напившиеся фарисейского квасу. Заблудшие подобные мухи, попавшие в мезгиреву паутину. Образ Аввакума также получает метафорическое осмысление. Аввакум Иисусов ратник, борющийся с пьяными философами и уподобившийся апостолу Павлу. В епистолии страданческой повторяется устойчивая Аввакумовская метафора. Еще в море плывем пучину и житейскую, и не видим своего пристанища, и не вемы, доколе живот наш протянется. Суидные человечи, читаем мы в поучении против пьянства, живешь ты в нерадении своем мрачном, Плаваешь в углом судне, Доплыть из жизни он и блаженный, не успеешь ему. Многие мастера отмечали живость в стиле Аввакума. Высоко отзывался о нем Алексей Николаевич Толстой, отмечая, что в его произведениях, читая его произведения, простите, вы физически ощущаете присутствие рассказчика, потому что он как архитектор способен передать его жесты. Сочинение пустозерских страдальцев интересно и факторами диалогической драматизации. Именно такие примеры позволяют получить представление о живой народно-разговорной речи того периода. Так, рисуя сцену казни, А в этом пишет про глаголы «Лазарь», «Мужик, мужик», «Скажь царю», «Лазарь без языка говорит» и болезни не чует. Стилистическую неравномерность произведений представителей пустозерской писательской школы Виноградов характеризовал как тонкую вязь, созданную из двух стилистических клубков, и называл ее «культурным слепком с живого диалекта». Сочинение протопопа Авакума содержит определенный пласт ненормативной лексики, которая поражает неожиданной сочетаемостью. Авакум не прибегал к мелкой брани. Наличие ненормативной лексики объясняется, как ни странно, авторским смирением. Лихачев отмечал, что для Авакума смирение – это не просто этикетный сценарий, это отражение религиозного сознания, это форма комического самоничижения, стилистического юродства, это игра в простеца. О себе Авакум писал, простец человек, зело исполнен невидиме, тварь худейшая, пометящая изверженность, человеченка ни к чему не гордит. Стиль посланий пустозерских узников отличается назидательностью и имеет характер поучения, наставления, духовного завещания. Некоторые фразы Дьякона Федора, например, можно рассматривать как заповеди. Бог же праведный судья, не на лица зрит, но на сердца. Лаконичные емкие фразы прототопа Авакума. Церковь есть человек, не стены. Или вера без дела, мертва есть. Авакум родился на территории распространения северо-великорусских городов, поэтому в его произведениях часто присутствуют постпозитивные указательные частицы, распределение которых зависит от форм рода и числа предшествующего имена. В современном русском литературном языке используется частица ТОК. По происхождению это формы среднего рода, именительного, ввинительного падежа, единственного числа указательного местоимения. В некоторых современных северо-великорусских городах эта частица согласуется с существительными и прилагателями. Для существительных мужского рода используется частица ОТ, по происхождению связанная с древнерусским указательным местоимением Т, которая иногда выступала в функции постпозитивной частицы и фонетически примыкала к предшествующему слову. СТОЛ Т. После падения редуцированного и появления новых закрытых словов появились формы СТОЛ ОТ, а в АТОЮЩИХ ГОВОРОХ СТОЛ АТ. В работах диалектологов встречается о том, что частицы ОТ, ТУ, в случаях «я привязался к брату ТУ и привязался», или «нашел ножик ОТ, я ведь», являются примерами не до конца развившегося в диалектах изменения постпозитивной частицы парадам, падежам и числам или фонетического уподавления постпозитивной частицы предшествующему слову. Исследования послания челобитных протокол по вакууму позволяют уточнить современные представления диалектологов. Тексты показывают, что в XVII веке в северно-великорусском диалекте, носителем которого был авакуум, существовала развитая система изменения постпозитивных частиц, которая и утратилась с течением времени. Массу примеров, я не буду их на звук воспринимать, но будет трудно, показывает, что эта частица имела варианты и от, и от, и ет, в зависимости от рода существительного и конечного согласного. С целью выделения в предложении существительных женского рода тоже использовалась частица постпозитивная та, которая склонялась в зависимости от формы существительных, имела форму и ту в винильном падеже. Примеры безусловной связи с диалектами можно считать формы дательного принадлежности, которые издревле использовались наряду с родительной принадлежностью, типа ее сосед и сосед ей. Но функционально-тождественной родительному присубстантивному дательной принадлежности с самого начала отличался стилистической окраской. Еще Федор Иванович Буслаев отмечал, что эти формы используются для большей живостеречия. Наиболее продуктивными были конструкции, в которых дательные принадлежности выступал в предикатильном употреблении при наличии очевидной контаминации атрибутивных и объектных отношений, типа «Азбу грешник Федор всему тому смотритель» или «Навинам всем любитель». Следует отметить, что формирование отношений притяжательности является более поздним процессом по сравнению с объектными отношениями. Поэтому замещение дательного принадлежности притяжательными местоимениями относится уже к XIX веку. Но особенно долго дательной принадлежности удерживался при одушевленных именах существительных. Это еще и отразилось в опере Евгения Ивина «Сосед, он по деревне нам». А в головах Архангельских таких конструкций, как «Фамилия ей Потапова, и она мне дочка, или я ей не посту», сохраняются и до нынешнего времени. Владимир Иванович Даль призывал изучать народный язык как главный запас, чтобы спознаться через него с духом родного языка. Вне всякого сомнения, таким запасом в русском языке являются отглавольные существительные с агентивным значением и сложные существительные причастия, отличающиеся особой образной структурой. Вот такие замечательные слова, как «потаковник», «прашлец», «человекоугодник», «поцерковник», «самозритель», «серцеед» и так далее обладают очень интересной семантической структурой. Произведения пустозерских узников обнаруживают тесную связь с письменными традициями приказного языка, которым они прекрасно владеют. И как приметы, маркеры приказного языка отмечаются и глагольные формы с имперфективным значением на «ыва-ива», и квалитативы на речи с квалитативным значением существительной. Это приметы приказного языка ясно маркируют послание человеку на пустозерских узников. Доходчивость и проникновенность речи о вакууме и его соузниках запечатлелась в веках. Известный биолог, краевед и историк поморья Ксения Петровна Гелб, беседовавшая в 1913 году со скидницами, записала такие слова. «Слово знал, говорили жгло оно. Что там жгло, рану кровоточную оставляло, словесный дух. Голосище, говорят, было густое, А теперь остудили мы духом и словом. По миру с дымом развеялось его слово». Со времени жестокой казни протопопа Аввакума и его трех соузников прошло 350 лет. Традиция вякорья и словесной полейники с противником постепенно утратилась. О многом приходится теперь сожалеть вместе с одним из героев романа «Красное колесо» Александра Исаевича Солженицына. «Боже, как могли мы истоптать лучшую часть своего премии». Спасибо большое. Спасибо. 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 Спасибо.